Но у меня есть некое ощущение и некое высказывание, которое я бы хотела тут сказать. Так получилось, что я около месяца провела в маленькой деревне в Латинской Америке, а именно в Перу. Это такая типично перуанская деревня, численностью в 500 человек, расположенная она в самом центре Амазонии на реке Укаяли. Наша организация работает с этой деревней. Я должна была там провести целый месяц. Я не буду сейчас рассказывать о том, чем я занималась, это не так важно. Мы там проверяли в действии одну современную гуманитарную программу, связанную с образованием детей в таких вот слабо развитых регионах. А поскольку я была одной из разработчиков этой программы, то я, собственно, вместе со своими коллегами там этим и занималась. Но я хочу поделиться с вами одним своим ощущением, своим неким важным опытом, который, как мне кажется, имеет прямое отношение к тому, о чем здесь сегодня идет речь, и к иранской проблеме в первую очередь. Так мне во всяком случае кажется. Понимаете, дело в том, что я и мои коллеги приехали в эту деревню, чтобы помогать этим людям. Это действительно очень бедная деревня. Дома из грубо сколоченных досок. У большинства вообще нет стен, только крыши. Еды мало, качественной пресной воды тоже немного. Они берут воду из реки, которая сильно загрязнена. Школьное образование на очень низком уровне. Буквально детей учат писать, читать, немного считать и все. Но вот что сразу же бросается в глаза, это то, что эти люди почти всегда находятся в очень радостном настроении. Они почти всегда всем довольны. И вот за этот месяц, что я там находилась и наблюдала этих людей, я вдруг увидела, что эти люди, понимаете, они действительно счастливы. И вы знаете, я вдруг осознала, что я ведь первый раз в жизни вижу сообщество по-настоящему счастливых людей. Потому что ни в благополучной Центральной Европе, ни даже у нас в очень благополучной Дании, ни у наших соседей в Швеции, ни в Голландии, ни в Норвегии, ни даже в Калифорнии, в США, я не видела такого ощущения счастья в людях. Улыбки — да, хорошее приветливое настроение — да, но вот такое глубинное ощущение счастья мне встречалось крайне редко. И вот сейчас я прошу вас меня действительно правильно понять. Это очень важно, чтобы вы меня сейчас правильно услышали. я знаю об этом западном комплексе, этой западной черте — хвалить и превозносить, романтизировать азиатскую, восточную или латиноамериканскую ментальность. Я понимаю, что я жила там месяц, я из сытой страны, и мне кажутся эти люди счастливыми, потому что я по-настоящему не жила их жизнью и их проблемами. Или вот если бы меня спросили, хотела бы я остаться там с ними навсегда и променять наш с Николсом любимый, уютный дом в пригороде Копенгагена на дом из досок в Перу, причем навсегда. Отвечаю честно — нет. И я повторю, я знаю о том, что мы, европейцы, любим наделять особой духовностью малые аутентичные народы, я это знаю. Но я, заметьте, не сказала, что у этих людей нет проблем. У них куча проблем. И я не сказала, что я не заметила там раздражение или боли, или даже некоторого негодования. Нет! Там все человеческие слабости и недостатки проявлены так же, как и везде. Вернее, нет. Вернее, нет, не так же, как и везде. Там, в этой деревне, все человеческие слабости проявлены через ощущение счастья. Понимаете, о чем я? Там счастливые люди голодают, негодуют, сердятся. Но это делают счастливые люди. У них есть счастье. Они знают, что это такое. И вот, чем больше я на них смотрела, тем хуже мне становилось. Я вдруг стала ощущать невероятную пустоту внутри себя. Я вдруг почувствовала себя ужасно одинокой. И я посмотрела себе вовнутрь, и там, внутри меня, не было ничего, кроме огромного культурного багажа. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Монтур. Монтур. Я не знаю. Я не знаю.